Всем привет. Я Антон Апарин. Я арт-директор проекта World of Warships. Когда я задумался о том, какую тему выбрать для доклада здесь по арту, предполагаю, что большинство аудитории будет из нашей компании, и большинство знакомо с нашим производством и знает нюансы того, как мы шли к релизу и куда мы идем сейчас, я все-таки решил сфокусироваться на вопросах, которые можно затронуть, о том, где мы сейчас и куда, и как нам идти. Секунду. Вкратце о чем я расскажу. О том развитие проекта, как мне видится, что касается арт-части после релиза. То есть проект вышел в релиз, он уже живет, и что мы будем делать, и какие самые важные аспекты, чего не делать, и какие важные аспекты, на какие следует обратить внимание. Ну, да, мы шли какое-то время к релизу и зарелизились. Игра в момент релиза уже была очень хороша. Было много нюансов и аспектов, которые хотелось бы улучшить, и они остаются сейчас. Но в момент релиза мы пришли уже к достаточному состоянию и уровню проекта, чтобы выйти в широкие массы. Об этом я не буду рассказывать. Вот мы зарелизились, у нас большая аудитория, и сразу же во внимание попадает множество разных интересных слов, там всякие различные метрики и все, что касается проекта, что кажется внешним. На самом деле это неразрывно связано с тем, что находится внутри проекта, какой он, что в нем хорошего, что плохого, чего не хватает. Очевидно, что проект – это онлайн проект, он живой проект. То есть мы вышли не в статическом состоянии, а мы продолжаем жить и развиваться. И дальше. Что касается развития. Некоторые дизайнеры определяют часть игр как статические игры, некоторые как динамические. На мой взгляд, нет таких плюсов в этом. То есть есть, ну, наверное, все-таки есть, но они к нам не относятся. Например, можно взять Call of Duty, в пример. Это максимально динамическая игра, где игроки получают experience просто от взаимодействия, где контент не важен. В статических же играх контент играет первостепенную роль. Мы находимся, и не только мы, где-то в середине, как и многие другие проекты. И у нас контент играет важную роль. Не просто потому, что это драйвер удержания игрока, но и потому, что игрок через контент получает новый experience. То есть с определенной механикой при получении нового контента игрок получает новые возможности для игры. Собственно, поэтому производство контента, как часть развития проекта, она необходима. Ну, то есть это очевидно и безоговорочно. Это те вещи, которые нужно делать, мы будем делать. делать, улучшать объем контента и его качество. Если говорить об объеме, то, конечно, объем контента на тот момент, когда мы вышли на тот момент, где мы находимся сейчас, уже достаточно большой. Но очевидно, что он недостаточный в целом. И впоследствии для дальнейшей жизни, более долгой жизни проекта нужен дополнительный контент. Это несет в себе некоторые риски, а именно, ну, не риски, а, так скажем, неизбежные издержки. То есть игроки вынуждены постоянно получать патчи, которые мы будем делать с новым контентом. Но, тем не менее, поскольку это очевидный плюс и необходимость, это просто необходимо. Помимо контента мы оказались в состоянии, когда мы вынуждены делать постоянные технологические улучшения и вносить изменения во все части игры. Недостаточность технологий и недостаточность готовности технологий в момент запуска в релиз приводит к тому, что можно оказаться в состоянии постоянной разработки. То есть то, что называется full-scale support, например, в некоторых играх, когда игра разрабатывается полным циклом, и часто может оказаться, что после релиза уже, когда, по идее, этого должно быть меньше, разработка идет полным ходом, то есть по всем фронтам и не останавливается никак. Это немножко усложняет жизнь. Но зато добавляет игрокам больше радости того, что они хотят, иногда не хотят. Иногда наши потребности внедрить и улучшить что-то превалируют над желанием игроков, опережают, не превалируют, а именно опережают желание игроков. Но это наши решения, иногда рискованные, но тем не менее мы их делаем. Иногда же это, опять же, приводит к рискам того, что может привести к отторжению определенной части игроков. Как тут уже многие говорят, то, что хочет игрок, очевидно, что обратная связь как бы важна. И то же самое, что мы делаем сейчас, это все больше и больше прислушаемся к игрокам и внедряем, стараемся и будем стараться внедрять те вещи, которые действительно важны. Много множества, могу привести примеров, когда важные фичи, которые мы разрабатывали, объемные фичи, не находили большого отклика у игроков. Например, в свое время, когда мы зарелизились, у нас не было системы леса, не было растительности. И это было большое, на самом деле, более для нас, как нам казалось. Но после того, как мы запустили наши деревья, растения и так далее, выяснилось, что многим игрокам по фидбэкам не так уж, собственно, это было и нужно. Очевидно, что это нужно в игре и нам, и им. Но по факту получилось, что позитивного фидбэка не было такого, на какой мы рассчитывали. Это часто касается улучшения эффектов. Из последних примеров я могу привести переработку полноэкранных эффектов, например, пожара. Мы перешли от примитивного отображения к нормальному, красивому, качественному пожару, который должен вызывать большие эмоции игроков. Это должно быть им приятно. Но в силу привычки или в силу, не знаю, чего еще, игроки восприняли не очень позитивно, даже, скорее, негативно эту фиджу. Хотя тоже на нее были потрачены силы, была проведена работа. И с нашей точки зрения эта фиджа остается реализована намного лучше, чем то, что было до этого. Я могу еще более мелких несколько примеров привести. Поэтому очень важно, помимо нашего фокуса и понимания того, что нам нужно сделать. То есть есть такие действительно очевидные вещи. Часть в технологиях, часть в графике, часть просто в арт-решениях, которые мы должны улучшать и контентно, и технологически. Можно их долго перечислять. Но часть из них может точно так же быть не востребованным пользователем. И тут нужно прислушиваться более внимательно к нашим игрокам и стараться услышать их мнение до внедрения каких-то вещей или, по крайней мере, приоритизировать разработку этих вещей. Немного о счастье поговорю. В какой-то момент таким важным курсом в компании стало направление на счастье игрока. Честно скажу изначально, я воспринял это достаточно скептически и абстрактно. То есть просто абстрактное слово «счастье», которое пока не задумаешься, не пытаешься осознать, в чем же его суть и в чем причина появления вообще этого слова, оно действительно может для кого-то прозвучать абстрактно. Это так же, как сейчас тренд культуры производства, культура в студиях. Тоже отдельно звучит достаточно абстрактно. Но если вдуматься в деталях, то это просто короткая формулировка глубокого понятия. И именно то, именно фокус на тех вещах, которые актуальны для игроков с помощью взаимодействия и воздействия на игроков. То есть мы не можем… С одной стороны, да, мы должны слушать игрока, что им нравится, что не нравится, но мы не можем идти постоянно на поводу. И тут уже вступает другая часть. Это именно работать с аудиторией, работать с игроками, чтобы донести до них и убедить их в том, что некоторые вещи, которые мы внедряем, действительно нужны. Но и делать это максимально безболезненно. В общем, основная задача – это сохранять баланс между нашими желаниями того, что мы хотим улучшить и то, что мы хотим изменить в проекте с тем, что хотят игроки максимально, масса аудитории, так скажем, и комбинировать из этого. Еще тут я не отметил, но мне кажется, немаловажная часть – это работа с командой на столь долгом проекте. Когда проект идет уже несколько лет, необходимо сохранять… Так скажем, не все люди имеют мотивацию развития, собственного развития в процессе работы. И тут очень важно поддерживать и в некотором роде пушить творческую составляющую каждого из людей, которые работают для сохранения, не знаю, энтузиазма и энергии и страсти в работе над проектом. Спасибо, у нас есть 15 минут на вопросы. Спасибо большое. Вопрос касается фокуса на того, что хотят игроки. И по поводу фичей, которые мы сделали, но игрокам не понравилось. Вопрос. Не имеет ли смысл делать эти фичи в двух вариантах? Типа есть старый и есть новый. И те, кому не понравится, переключатся на старый. Те, кому понравилось, оставят новый. Все счастливы, всем хорошо. Да, конечно, это и есть такой мягкий вход. То есть фича, которая внедряется, она внедряется сразу поголовно и повсеместно везде. Это пример с теми же самыми полноэкранными нашими эффектами горения новыми. В результате они останутся старыми, но при желании игрок будет информирован, просто обязательно должен быть информирован о том, что это изменилось. Чтобы посмотреть хотя бы и включить это, он может это включить. Например, что касается изменения контента, ну, как мне видится. Например, у нас изменяется часть контента, там шейдера или что-то еще. И уже обладая массой аудитории, просто замена будет очень болезненно. Нельзя просто взять и выкатить патч, в котором там изменится куча контента, и люди должны будут там выкачать. Во-первых, это очень долго. Подготовка производства, да, части. Во-вторых, и огромные затраты. Во-вторых, это очень болезненно может быть для аудитории. Соответственно, нужно там, не знаю, сформировать систему, которая будет учитывать и старые, там, ну, условно, да, изменяем шейдера. Деланы специальные шейдера, которые поддерживают старую технологию и новую. То есть новый контент, он может жить с ними, но эта система и адаптирована под старый контент. Соответственно, мы можем мягко заменять немассово контент, то есть не вываливая на игрока огромного размера патча и в то же время игрок, не замечая для себя, будет получать лучше и лучше контент постепенно. Спасибо, Альдон. А вот вопрос про негативное восприятие фичи. Ну, вы пример с пожаром привели. Да. Вы это знаете еще до выхода фичи на продакшн? Да. Ну, то есть по результату… Как мы узнали, благодаря вам. Ну, я догадываюсь, как вы это узнали. Нет, вопрос в том, что вы представляете аудиторию, которая участвовала, скажем, в фокус-группе, в павлик-тесте, в супер-тесте? Ну, частично, да. То есть понятно, что это тоже неоднозначное суждение. Почему я и говорю, что нельзя идти на поводу во-первых, в части… Вопрос, скорее, такой вопрос-комментарий, потому что если это игроки достаточно опытные, то негативное восприятие может быть реакцией на изменения. Мы знаем, что на любые изменения человек реагирует… Да, да, да. А если это какие-то новые люди, то тогда имеет смысл уже думаться, что, может быть, вообще она не заходит. Ну, я как раз говорил о том, что о существующей аудитории, то есть уже есть существующая аудитория, которая может негативно на это отреагировать. Понятно, что новый игрок, который первый раз это увидел, чем лучше все это будет выглядеть, тем ему будет приятнее, интереснее и веселее. Тут как бы, да, это нужно разделять. А как вы определяете фичи, которые действительно и нужны игрокам? Что касается вижуала, ну, это обратная связь от игроков чаще всего, то есть там форум, другие источники. Мы определяем таких запросов, наибольшие точки их боли, можно сказать. Что им нужно для улучшения, тут игроки, как правило, формулируют, но зачастую в очень странных формулировках. И это, ну, это наше решение, что улучшать, например, те же самые шейдеры, там еще что-то, там освещение, антилайзинг и так далее. Это вещи, которые, ну, мы знаем без игроков, что мы будем это улучшать. Ну, то есть это какие-то вещи, которые созвучны вашим следующим шагам? Именно потребности игроков? Ну, вот они там созвучны вашему внутреннему мнению. Вы такие, о, смотрите, вот тут два человека написали, то же самое, что мы думали. Ну, отчасти да, но не два, конечно, человека. Но часть того, что мы будем изменять, и основаны на реакции именно игроков. Ну, не знаю, несколько есть очевидных вещей, которые такие, у нас общее место совсем, не знаю, там система видимости, антилайзинг, еще что-то. Они намного более раздражают игроков, чем, не знаю, чем правильное освещение, чем более правильный шейдер на кораблях, чем лучшие эффекты на воде и так далее. Ну, ладно, я все-таки задам свой вопрос. А был ли вообще фидбэк о том, что у игроков недостаточно хорош эффект пожара? Это как раз причина того, почему отчасти старые игроки выдали отрицательный фидбэк. Он был, ну, тут именно был подход такой, что это наше решение, да. То есть он для нас не был достаточно хорош. Ну, просто я плавно подойду к тому, что, ну, как бы, игроки не принимают, ну, по опыту танков, да, игроки не принимают то, чего они не ожидают. Вот там, если бы там звуки в танках плохие, да, все ждут, что наконец-то кто-то сделал звуки. А если вдруг кто-то начинает править какую-то штуку, которая и так была хороша, негативный фидбэк, поэтому не… Ну, малая толика от того, что это что-то изменилось, в большей степени от того, что игроки считали, что тут и так все хорошо, а проблем в проекте очень много, и какого ляда вы вообще на это тратите время? Да, именно поэтому взаимодействие с игроком, взаимодействие с игроками и их фидбэк, ну, необходимо, и нам сейчас необходимо учитывать сильнее, потому что там в нашем тоже самом плане дальше не еще и разработки есть вещи, которые, ну, как бы никак не связаны там с желанием игроков, с тем, как они это формулируют. Спасибо. Есть еще вопросы? Вы сказали, что вы мотивируете и стимулируете людей на творчество. А как? Вопрос о том, как мотивируют команду. Не все люди, в команде всегда не все люди одинаково мотивированы, но я уверен, что в любой части команды есть люди, которые обладают этим внутренним драйвером, которые хотят делать лучше и которые стремятся, то есть они хотят, узнавая что-то новое, привнести это в работу. У меня есть там несколько очень хороших примеров. И вот эти люди, они очень помогают в этом. То есть вам нужно просто опираться на вот этих людей, которые такие передовики и которые, смотря на которых, смотря на которых другие люди могут подтягиваться, могут заинтересовываться, они могут, ну, вот эти драйверы, которые, например, внутри команды, это, на мой взгляд, стимулирование их и их поддержка, с вашей стороны, это такая очень, ну, одна из основных вещей, которые могут подтянуть общий уровень команды и стимулировать других людей развиваться дальше, изучать что-то и улучшать свою работу. То есть я правильно понял стимулирование команды в стимулировании замотивированных людей? Да, конечно. Когда команда это видит, когда команда видит, что человек, который делает больше, чем другие, он внутри хочет делать больше и постоянно движется вперед, если команда это видит, то и остальные люди подтягиваются. В любом, в другом случае можно демотивировать команду. Если человек, который работает лучше, который развивается, который пытается что-то привнести, там, работает точно так же, как остальные, нет никакой разницы, то и эти самодвижущиеся люди, они замедляют свое движение. А их как стимулируют? Часто это индивидуальный подход. Нет, многим, как, ну, во-первых, есть карьерное стимулирование, во-вторых, многим просто внимание к их работе и положительный фидбэк и демонстрация этого положительного фидбэка другим людям. То есть, условно говоря, есть лидирующий художник, и если вы показываете другим, что вот он лидер, он молодец, потому-то, 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 это для них зачастую уже является мотиватором быть впереди. Извините, пожалуйста, по поводу высказанного вами на первый вопрос ответа про постепенную замену массового контента. Это, на самом деле, очень интересный аспект, потому что, например, в тех же танках постепенная замена массового контента, она происходила настолько долго, что люди уже забыли, что было тогда, и когда им показывают то, что было, скажем, два года назад, четыре года назад, и говорят, да нет, не могло быть такого, да ничего же не изменилось, ничего же лучше не стало. Хотя на самом-то деле мы все знаем, что стало. Есть ли возможность каким-то образом бороться с этой замыленностью взгляда, я бы назвал ее? То есть, изменения показать видимыми для улучшения, сделать видимыми для игроков? Да, чтобы люди видели позитивный аспект, что происходит изменение. Есть ли возможность такая? Я не знаю, как это сделать. Возможность такая? Это пропаганда этих изменений в аудитории. Я считаю, ну, объяснение и так далее. Если сравнение вот таких долгоиграющих вещей, оно действительно может быть неочевидно для игроков, которые короткое время в проекте, для игроков, которые долгое время в проекте, они это заметят и что-то будут помнить. Но тут даже цель не в том, чтобы показать разницу. Вот смотрите, чуть-чуть было так, стало чуть-чуть лучше, потому что это именно постепенная замена. Задача в том, чтобы прийти к очень хорошему состоянию, но при этом не затронуть игроков именно в отрицательной стороне. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Тогда на этом мы можем завершить доклад. Спасибо большое за доклад. Спасибо большое за вопросы.